здравствуйте друзья попросится у нас тут связанные с выборами так или иначе вот давайте почитаем доброго времени суток пишу вам так как у меня возникло непонимание целесообразности опросов а тема какая думаю что вы как человек который работал со многими источниками знаете ответ предполагалось что клинтон лидирует на 3-5 процентов при этом погрешность может составлять где-то 3 процента да правда так я согласен согласно результатам можно предположить что опрос провели достаточно верно относительно всей страны но системы выборщиков этот опрос не то что глупый а бессмысленный так как в одних штатах значительный перевес в той или иной партии а в других исход решают пару тысяч человек и чтобы предсказать победу кандидата нужно рассматривать каждый штат по отдельности особенно пристально колеблющийся так почему же такие надежды возлагали демократы на эти опросы буду очень благодарен если ответить на мой вопрос хотя бы вскользь и так далее значит сейчас многие задаются вопросами что что запросы у нас такие вот мы сейчас поговорим и так надо сказать что действительно когда рассматривают ну там кто там люди которые на тему рассуждают когда они рассматривают результаты опросов они говорят что общий подсчет голосов не так важен гораздо важнее как ляжет бубна так сказать разойдется там по штатам особенно по тем штатам которые колеблющиеся вот эти swing state и и вообще вот все обсуждения именно по этой линии и проходят то есть вот когда наш зритель вот это все пишет он говорит что правильно было бы на это смотреть а чего же они смотрят на общее там голосование они именно так и смотрят они на общее голосование тоже смотрят тоже смотрят но при этом все время говорят что существенно не это существенно не это и клинтон сейчас так проиграла не потому что там какие-то swing state а потому что ее собственные которые рассчитывали что но то есть там никаких вообще вопросов быть не могло понимаете вот и вдруг вот эти штаты на которые они рассчитывали даже там компанию практически не вели так и вот эти штаты вдруг поменяли цвет вот вот в этом как бы ситуация да а то что вот как бы внимание swing state и внимание вот тем штатам где близкие результаты она абсолютно там то есть бороться совершенно не за что она она уже действительно так теперь что касается опросов сейчас знаете масса народу ходит вы не писаете она на десятка два там забанил скандалистов за последние пару дней которые значит кричали там вот про результаты выборов и еще есть какие-то люди которые говорят вот там они они думают что они что-то понимают и я это хорошо понимаю когда думаешь что понимаешь да но не обязательно понимаешь это не вот надо было там поехать в эти штаты и там смотреть они там по телефону обзванивают там и так далее там все-таки наука целая в этом деле но на дело не в этом дело в том да еще говорящего типа были такие которые правильно считали а вот в основном значит они неправильно считали очень очень забавно было читать в fox news я так смотрю они там тоже про вопрос сейчас все пишут про просто абсолютно все обсуждают как такое могло получиться и вот fox news говорит вот было там два опроса которые правильно предсказали победу значит трампа и вот там один из них он говорит говорят что вот мол он предсказал что трамп выиграет два процента на общем голосование они не по штатам делали они делали по общей голосовать но в общем голосовании трамп как раз проиграл ну может быть незначительно но все равно проиграл поэтому то есть опрос который они как вот люди видели они абсолютно не видели они абсолютно этого ничего не видели поэтому они они как раз и ошиблись но дело даже не в этом кстати если мы говорим про общее голосование там еще в двух штатах не подсчитаны все голоса на сегодняшний день в общем подсчете клинтон опережает трампа где-нибудь там на 250 тысяч больше голосов причем этот разрыв так увеличивается вот там день назад я помню там было 1170 сейчас уже 250 то есть она скорее всего ну то есть мы не знаем но так вроде к тому идет она победит в общем зачете но окончательно еще не подвели итоги вот я просто хочу сказать что каждый раз когда мы говорим что она победила там в общем зачете и еще нет окончательного результата вроде к тому идет но ну скажем так так вот да трамп например за там недели до того как все это случилось он очень громко кричал что там против них там работает целая система что их от что все опросы которые происходят они про демократические подкупленные нечестные бессовестные все против него там и так далее у него вообще вся компания строилась на ненависти на как бы на негативе то есть он он как бы возбуждал массы на всяким дерьмом вот который сочинял на самом деле тут на ровном месте практически но дело не в этом а что-то сочиняла что-то и очевидным было конечно что правда так вот и вот он говорил что вот у наши данные другие мы лидируем там и так далее так вот он очередной раз лгал он практически все что говорит лжет но это отдельная история в этом случае он лгал очень конкретно сейчас вот пишут что дейта тим вот эта команда аналистов трампа считала на момент когда начали подсчет голосов они пришли на выборы по их модели получалось что ушан шансы трампа на выигрыш 30 процентов даже не 50 30 то есть они знали что проигрывают у них нет столько голосов чтобы выиграть и и каунт трампа в твиттере его помощники которые этим занимаются они отключили его от твиттера потому что они опасались что он будучи огорченным сорвется и какую-нибудь гадость скажет и потом не отмоешься от этого дела они его отключили поэтому вот эти вот умники которые думают что они чего-то знали или кто-то там чего-то знал и вот там счет так это это системная какая-то ошибка была с этими опросами от которой не уберегся никто носа вот абсолютно никто не не левые не правы и тот же и тот же fox news который вот сейчас пишет что там кто-то был прав вот этот же самый fox news за день до выборов говорил что клинтон будет 4 процента перевес на общих выборах поэтому нельзя сказать что это специально какие-то средства массовой информации то что и левые и правые и и сама команда значит сама команда трампа то есть как бы все знали что у него нет 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 шансов ну практически нет вот и вот это произошло я говорил тогда когда проголосовал вот ехал на работу я тогда сказал что для того чтобы он вырос должно произойти чудо вот это чудо произошло потому что но никто не может сказать что это было закономерно и он знал что это закономерно а вот там все остальные козлы они не знали я что-то я такого не наблюдаю следующий момент очень интересный вот в этих выборах состоит в том что аналитики как бы я имею ввиду серьезных которые нам по научному работают ну и такие большим и я не знаю как они это делают вот финансовые в частности аналитики рыночные аналитики ошиблись не не меньше чем те кто занимался подсчетом результатов общественного мнения опросов общественного мнения они ошиблись ничуть не меньше потому что были аналитические обзоры из 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 исключительно серьезных финансовых организаций очень серьезно и они писали там расходились в оценках но писали что в первый день если победит трамп то в течение там первого дня торгов на биржах упадет там стоимость акции там я боюсь собрать и 10 процентов и там до 15 процентов за день доходили такие оценки были вот но что-то мне не нравится это не симпатичный и солнышко вроде нет давайте я на себя перевернут переверну камеру то какой-то страшный прицеп прицеп строительное хозяйство будем на меня смотреть так вот о рынке и действительно в тот момент когда шел подсчет голосов рынке так вниз шлепнулись но но ненадолго ненадолго и потом обратненько так и даже можно сказать что и подросло если посмотреть на то что вчера происходило сегодня в общем все не так плохо с точки зрения финансовых рынков и вот это вот предсказание она не не оправдалось то есть много каких-то таких можно сказать чудес почти связано с этим совсем хозяйством которые значит и но с выборами вот этими и это не только вот связано с тем кто победитель там с каким отрывом победит но в частности с тем какие экономические последствия будут на на пирже я-то как раз больше всего переживала вот за эту часть то есть не за политическую стабильность об обществе и так далее от общества довольно стабильная и в целом миролюбивая хотя конечно если вот это выплескивание ненависти и это то как победил трамп он победил нет не тем что предложил хорошую программу он победил тем что разжигал ненависть и к иммигрантам и к мексиканцам и к мусульманам и к там я не знаю клинтон и как элитам значит которые правят там вашингтоном там и так далее и вот вот собственно вот так но но сейчас он будет править с этими элитами вместе потому что без них он не может он не прийти разрушить вашингтон вот так в том смысле вот вот это вот можно сказать заговора да вот они так вот правят элитарно вот он часть этой элиты он всегда был частью этой элиты не политической финансовой но там экономически но но он часть этой элиты он с клинтоном там 20 лет с лишним там в гольф играет это это не аутсайдер нет вот аутсайдер был бы например сандерс да то есть он конечно в конгрессе но все равно аутсайдер так сам по себе какой-то независимый там туда-сюда никто вот этот совершенно из другой оперы но не суть вот вот все на ненависть и на ненависть и на ненависть вот эта ненависть его привела никакого мандата на то чтобы сделать вот это или вот это или вот это там американский народ проголосовал за там что-то за забор с мексикой у него такого мандата нет то есть никто не голосовал за забор голосовали против и вот он собрал эту ненависть да и выплеснул и клинтон конечно она очень хорошо подходит под вот этот образ который так удобно ненавидеть понимаете мало кто подошел бы так здорово падает под эту роль для этой роли но вот клинтон подходила идеально это еще раз команда трампа считала что у него шансов не больше 30 процентов я в целом очень умиротворен так скажем не могу сказать доволен но я умиротворен тем что экономически мы не оказались состоянии опущенном во всяком случае вот первые там пару-тройку дней значит все хорошо и дай бог чтоб дальше было не хуже вот но опять дальше начинается какой-то переход к практическим делам и мы не знаем как практически все это пойдет посмотрим я естественно буду послеживать буду вам рассказывать делиться там наблюдениями но пока вот пока вот такая история с опросами я вчера читал в блоге мужичок один который руководится группой опросов в хаффингтон пост и и ну соответственно они тоже как и все там предсказывали примерно то же самое и вот и сейчас обвиняют и вот как вы это делали и почему у вас так получилось значит у них у всех так получилось и не потому что они жули жульничали они как раз там целую науку подводят и так далее был там один господин кстати если мы об опросах который сейчас я скажу что там происходит есть прогнозы которые делаются на основе опросов общественного мнения вот вот народ вот показывает вот так вот такие индикаторы есть люди которые к этому добавляют политологию то есть они берут результаты опросов но дальше какие-то коэффициенты туда вводят с учетом обстоятельства тот мир был дяденька который я имени не помню который был очень точен в этом деле и вот прямо вот очень хорошо предсказал на он у него модель была не опросная а политологическая на основе опросов например он добавил коэффициент на то что уже два срока был президент там демократ какая какая вероятность того исторически как куда тенденции что третий срок будет тоже демократ ну или может быть просто из одной партии сейчас детали не помню но вот если уже начать такие вещи добавлять безотносительно личности там этого человека или того человека вот просто по факту того что они из одной партии уже какая-то скидка там происходит то есть у них на самом деле как как бы меньше шансов чем вот показывают опросы потому что и задействуются данные за большой период времени с многих выборов и так далее и он вот эту тенденцию ухватил и так вот туда воткнул возникает вопрос кстати вот сейчас если отменят обама кирра отменить его безусловно надо это 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 просто беда большая но я как человек который покупает страховку сам то есть у нас личная страховка нет ни от бизнеса лично мы просто покупаем и наше решение перейти на страховку личную составило в том что мы уже старше делать становимся и действуйте индивидуальный план то тебе не могут повышать цену кроме как по возрасту то есть становишься старше там есть пороговые какие-то величины тебе там увеличивают но не потому что ты болеешь что-то у тебя произошло и тогда на групповом плане которые от компании а тебе могут 1 год компании могут 1 1 год на 25 процентов увеличивать до двадцати пяти процентов с учетом того что происходит как люди лечатся и мы перешли на индивидуальный план с тем чтобы нам не повышали но они что делают они отменяют план они вот новый год наступает ты приходишь тебе говорят а этого плана больше нет вы не можете его продолжать но вот есть вот эти и она получается дороже там на 50 процентов и тогда вот поэтому мы с учетом вот этих всех обстоятельств стали осмысливать у нас буквально через месяц-полтора нам нужно делать новый план подписываться и мы на 50 процентов дороже почти там эти вот так вот десятка в год примерно там 800 долларов месяц нам подняли тот план который другой нашего нет наш бы чуть-чуть вырос хотя тут баха восемь десятка в год ну и значит я тогда пошел читать задним числом какие там предложения были у трампа по поводу значит системы здравоохранения то есть чем заменить обама керр то есть мы уже стали предметно смотреть не знаю будет ли это именно так или или что-то но он обещает первые там несколько дней заниматься только тем чтобы отменять то что наделал обама хотя я не могу сказать так уже точно но по моему по моим понятиям все таки обама керр это закон который конгресс принимал то есть чтобы отменить как закон это на чем голосование прошло то есть не так просто все но тем не менее и там есть такие планы с большим дедакто было мы тогда компания может в этот дедакто был компенсировать человек в виде так сказать без налоговых там платежей и так далее а поскольку мы сами себе компания то мы стали вот эту часть изучать вот сегодня мы там тоже со страховой компании беседовали пытаясь понять лучше какие планы чем отличаются и так далее то есть что сказать то есть мы пытаемся подстроиться подвод новую систему я к чему говорил что обама керр безусловно дрянь и надо от нее избавляться вот это крайне неудачный проект был ну в общем будем смотреть как как пойдет чего не знаю так вот я специально изучал не только вот это я смотрела что он там про эмиграцию говорит а что он там про забор вообще что вот у него есть план там на 100 дней и очень мало в этом плане есть такого чего президент может там пойти и сделать сам практически по всем вопросам ему нужно все-таки с конгрессом договариваться и при том что обе палаты сейчас с большинством республиканским у них нет большинства которые у них нет 60 процентов ни в одной из палат где 60 процентов позволяет прекратить филибастер то есть такой саботаж со стороны другой партии у которой меньшинство но не такое сильное меньшинство вот как бы если это меньшинство больше 40 процентов то они могут просто блокировать принятие законов поэтому это неплохо в том смысле что все-таки надо договариваться они там шликовую ходить поэтому поглядим я не знаю что из этого реально осуществимо хотя есть есть как вполне разумные вещи так ну пасу посмотрим меня немножко настораживает что вот те люди которые в компании избирательные помогали трампу и там есть очень грязные люди но 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 невероятно грязные то есть там клемма ставить негде вот и мне например не хотелось бы их видеть будущем правительстве но но опять мы посмотрим мы посмотрим как пойдет чего пойдет вот такие такие примерно новости и я думаю что еще какое-то время должно пройти чтобы там стали стала картинка яснее но но уже не так плохо как думалось что на самом деле большое облегчение потому что я например как чек второго бизнеса которого 10 человек сотрудников там постоянных и у нас есть отсроченность вот не то что я сегодня пирожки испекать и сегодня их продал мы сегодня набираем студентов где-то через полгода они должны идти искать работу пока учились пока на практику ходили в компанию до через полгода то есть я я я смотрю на то что я делаю с прицелом что будет через полгода и меня как как бы так сказать волнение возникало но сейчас я как-то поспокойнее стал так что счастливо и будем следить за развитием событий